Ну, продолжаю тему о всякой гадости, которую можно ожидать, по поводу дефолта и так далее. И люди говорят, ну, не дефолт имеется в виду, а что еще мы плохого переживали в нашей новейшей истории. Деноминация. Недавно прошел слух о деноминации, и деноминация это еще и изъятие. Стоит ли ждать деноминации? Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Деноминация. Что это такое? Ну, в принципе, обычно деноминация это когда зачеркивают там сколько-то нулей. В данном случае прошел слух, что будут зачеркнуто два нуля, то есть 100 рублей станут одним рублем, а 1000 рублей станет 10 рублями. Это более-менее разумно. И деноминация преследует не только цель просто нулей зачеркнуть, это было бы неправильно и глупо, а на самом деле деноминация это обмен денег с изъятием. И вот здесь уже не совсем однозначно, нужна ли она, и давайте сейчас просто просуждаем, когда нужна деноминация. Деноминация преследует цель не только обмена денег, не только просто удобства счета, но и при деноминации деньги меняются в банке в ограниченный срок. И деноминация нужна для того, чтобы избавиться от фальшивых купюр, например. То есть, когда фальшивомонетчики научились подделывать купюры, то, значит, соответственно, бам, печатаются новые купюры, которые труднее подделать с дополнительными степенями защиты. И, естественно, значит, фальшивомонетчики остаются с носом. Это первое. Второе. Когда нужна деноминация. Деноминация нужна, всегда деноминация, почему она, говорят, с изъятием. Потому что, во-первых, срок ограничен, то есть, кто-то может элементарно не успеть, и эти деньги все, сгорели. Еще деноминация с изъятием, потому что суммы обмена денег всегда ограничены. Еще одна причина устраивать деноминацию, это когда кругом черный нал. И деньги, это вы знаете, что это средство не только обмена, эквивалент обмена, но и средство накопления. Так вот, когда в стране царит черный нал, и когда в стране ходит черный нал, то есть люди, у которых этих денег, черного нала, становится много. То есть они накапливают у себя эти деньги. А когда сумма обмена ограничена, то, соответственно, ну там, скажем, будет какая-то разумная сумма, типа 200 тысяч старых вы можете поменять на сколько там, на 2 тысячи новых, да, там получается. Вот, а если у людей там 200 миллионов, как бы денег, то, в общем-то сказать, вот оно и приветики. Значит, денежки, которые были накоплены в наличке, сгорают. Вот, еще один момент, ну, это, ну, опять же, борьба с черным налом. Я считаю, что деноминации у нас тоже не будет, потому что, ну, прежде всего, это затратная, как бы, процедура, и с этими функциями можно справиться другими путями. Второе, но кажется, сейчас у нас фальшивых денег не так много, поэтому, ну, как бы, и не нужна деноминация. И еще один момент, наличка. Черный оборот, оборот черного нала сейчас тоже очень-очень невысокий. Не то, что было в 90-е годы, там был сплошной черный нал. Все исключительно черным налом, никто не платил налоги. Сейчас, куда ни плюнь, все требуют, говорят, а документик дай, а документик дай. Без документика ничего не продашь за черный нал. Поэтому черный нал очень ценится, но его очень-очень трудно раздобыть, его очень мало. Поэтому, поэтому, вот здесь сложности есть. И еще один момент. Да, есть люди, которые копят деньги наличкой, но какие это люди? То есть, в основном люди предпочитают деньги хранить все-таки в банке, вот, ну, простое население в Сбербанке. Вот, я предпочитаю хранить деньги и говорю, что большие деньги все надо копить на брокерских счетах, но иногда я вижу абсолютно какие-то сумасшедшие, ну, сумасшедших идиотов, которые, в общем-то, деньги хранят в коробках из-под обуви, значит, в каких-то чемоданах, какая-то вот, помните, да, полковник Захарченко целую квартиру снял и просто туда сваливал в кладовку деньги. Потому что, ну, просто я считаю, что это просто полное, так сказать, ну, отупели просто абсолютно от безнаказанности. Но кто эти люди? То есть, это были, значит, какой-то из ФСБ кто-то, кто-то из, ну, вот, Захарченко. Ну, и помню, еще было до этого первый раз, который это взяли начальника таможни. Ну, что это за деньги? Это коррупция, ребят, это коррупционные деньги. Это деньги, которые, ну, кто-то там сверху, они просто вот, ну, просто гребут их и просто не знают, куда складывать. Они их складывают в коробки из-под обуви, в какие-то чемоданы. Ну, друзья мои, ну, вы когда-нибудь видели, что пчелы восстали против меда? Я как-то плохо представляю. Я думаю, что динаминация маловероятна. Хотя, вот, против таких она помогла бы, да. Вот, но это, во-первых, ну, маловероятно. То же самое, тех же самых задач можно добиться просто поменяв купюры. Это тоже у нас было в свое время. Ну, например, просто напечатали новый образец денег, никакой динаминации, ничего, просто новый образец денег. Например, если люди, скажем, фальшивомонетчики подделывают исключительно пятитысячные купюры, а вот эти вот коррупционеры, ну, естественно, чтобы место экономить, тоже пятитысячные купюры. Это самая ходовая купюра становится просто. Берем, печатаем пятитысячные купюры новые, старые, говорим, что через месяц не будем принимать. И все, вот они, задачи достигнуты. Но, опять же, возвращаемся к тому, что я сказал только что. Пчелы против меда протестовать не будут. И еще один момент. Динаминация. Я вспоминаю, когда была вот эта вот самая... Обмен купюр был, по-моему, да, обмен купюр был старых на новые. Там было очень интересно, на этом можно даже было заработать. Дело в том, что в то время уже тогда была биржа, и она была такая вот, ну, какая-то смешная, рабоче-крестьянская такая биржа была у нас. И я помню, что, ну, я там, ваучеры вовсю были там и так далее. Я там был на этой бирже, значит, регулярно. И когда прошла вот, ну, обмен идет, да, и вдруг смотрю, на бирже продают деньги. Старые купюры за 10% от стоимости. То есть, вот люди, у которых было накоплено огромные деньги, они прямо вот за 10% продавались на бирже. И я такой, ааа, ну, вот я куплю, да, скажем, ну, смотрите, я покупаю за 10 тысяч, я покупаю 100 тысяч старых рублей, понимаете? Что с ними делать? Ну, ну, сначала, так сказать, я говорю, а что с ними делать? А, говорит, ну, так сказать, кого-нибудь там находишь знакомых, они там, значит, меняют. И мы буквально там, так сказать, по своим знакомым, по всем говорим, слушай, ну, есть, наверное, какие-то люди, у которых нет денег и которым нечего менять, пожалуйста, я им отдаю, значит, там сколько, 10% от этой, ну, как бы, от суммы там или там 5% и, собственно говоря, меняю. Мы нашли таких человек 10 и на этом даже заработали. Поэтому, ну, то есть, вот биржа, опять же, та же самая биржа. Ну, это была биржа, когда еще там на бирже все расчеты производились чисто наличными деньгами и там были совершенно бешеные суммы. Но это еще один аргумент. Открыть брокерский счет, еще один аргумент, значит, начать заниматься биржевыми вещами. Ну, а сухой остаток такой. Я думаю, что все-таки динаминации не будет, новых денег печатать не будет, но что-то же будет все равно плохое. Ну, какая-нибудь девальвация. Это немножечко другая вещь. Смотрите, дефолта не будет, динаминации не будет, обмена денег не будет. Девальвация, что такое? Это обесценивание денег. Вот, а вот она идет полным ходом и об этом я расскажу позже. Поэтому оставайтесь на моем канале, сейчас лайк и следующее видео. Девальвация. До встречи.